Ребята, привет! Я Марина. Друзья, привет! Я Никита. Вы нас уже видели. В этом видео основным лицом будет Никита. Мы решили купить себе в сентябре 2022 года дом в Калифорнии для того, чтобы сделать в нем ремонт и потом его выгодно сдавать. И, собственно, у нас есть на все один месяц и 100 тысяч долларов. Ну что, готовы? Мы успеем? Успеем. Погнали! Мы купили этот дом сейчас во время кризиса, сейчас сентябрь 2022 года, когда никто не покупает, но мы рискнули, решили с высокими рейтами. В дальнейшем я дам небольшую раскладку, сколько стоит, за сколько мы купили, сколько мы платим ежемесячно, чтобы вам было понятно, хотите ли вы в такие авантюры влезать или нет. Идея заключается в том, что мы его полностью переделаем. Это так называемый косметический фиксер. То есть мы уберем все полы, кухни, ванны, поставим новые кухни, полы, ванны, электрику. И дальше этот дом мы будем сдавать. Интересно? Поехали! Это living room. Основная комната в доме, где собираются люди. Можно посмотреть, в каком у нас состоянии. После того, как выехали предыдущие собственники, ковер весь грязный, он уйдет, пол уйдет. Обои, оригинальные обои здесь присутствуют, они тоже уйдут. И на место придет шпаклевка, краска, новый пол. Скорее всего, будет виниловый. Также мы хотим преобразить камин, потому что это больше такой тахо-стайл. Мы делаем более современный дом. Скорее всего, эту эрю мы сделаем плиткой. И сделаем nice, хороший, красивый вид этого камина. Дом, на самом деле, очень светлый. Здесь такое необычное количество окон в этом доме. Это тоже одна из основных арий. Это, получается, дайнинг-эри и кухня. Либо кто как любит, например, обеденный стол может стоять сзади, там, на пандусе. Либо здесь. Либо здесь можно сделать такую-то эрю, которая будет тоже как living, где телевизор можно смотреть. Мама готовит, предположим, с папой. Дети здесь бегают. Очень удобное пространство. Обычно в домах отдельно-отдельна кухня от такой living carry. Здесь же очень удачно, не нужно ничего переделывать. Уже это пространство есть. Мы будем убирать кухню. И мы планируем сделать новую кухню из икеи, кстати говоря. Почему из икеи? Потому что модульная система очень интересная. А так как мы будем сдавать этот дом, если какие-то внешние шкафы будут повреждены, мы просто их снимем и поставим новую. То есть очень просто конструктор. Пол. Полностью все уйдет. Здесь сделаем новую электрику, чтобы были рецесс-лайт, встроенный свет. Потому что сейчас здесь есть только один небольшой светильник, который не работает. Пойдемте дальше. Посмотрим комнаты. Этот дом 4 бедрума, 2 басрума. То есть 4 спальных комнаты, 2 ванны. Это основная мастер-комната. Довольно темная сейчас. Опять же, здесь нет ни одного потолочного светильника. Все включалось с розетки. Что мы планируем здесь делать, это опять же убрать карпет, все полностью покрасить, убрать попкорн. Кстати, во многих домах вы можете наблюдать попкорн. Почему попкорн убирает? Потому что там может содержаться асбестоз. Он там сам по себе не опасен, но если его снять, либо пошевелить, и он, пыль падает, то вот это может быть опасно, нельзя вдыхать. Поэтому, как правило, в таких домах, когда делается ремонт, первое, что делается, это убирается потолок, так называемый попкорн. Специальные бригады это делают. Те, кто живет и видит такие потолки, не стоит переживать прямо сразу и бежать убирать попкорн. Что можно сделать? Можно взять частицу и отправить в лабораторию, посмотреть, если там асбест. Опять же, асбест сам по себе, он безопасен, если его не шевелить. Также у нас в мастер-бедруме в главной спальне есть клозет. Клозет, такой воппин-клозет довольно интересный, довольно просторный, большой. Его тоже как-то преобразим, поставим небольшие системы, которые люди смогут использовать. Потому что во всех домах это вот такие палки, которые не очень удобны. Здесь у нас мастер-бедрум. Конечно, не такая просторная, как многие хотели бы или привыкли, но можно сделать несколько улучшений. В частности, так как это главная спальня, не обязательно иметь отдельный туалет, с дверью. То есть мы планируем эту стену, которая не является несущей, убрать. И сделать одно большое пространство. И будет выглядеть более стандартно, как размер ванны. Длинные довольно ванны, как стандартно во всех домах. Здесь также мы переделаем поддон. Полностью уберем плитку. Сделаем новый фартук из плитки. Новый поддон. Новый туалет. Полностью новое все. Вчера, кстати, вот каленое стекло разбил. Думал отодвинуть дверь. И так отодвинул, что вот такая же дверь рассыпалась на миллионы кусков. И еще как попкорн продолжал взрываться, когда начала меняться разница температур. Вот так пах-пах. Еще где-то час взрывался. Так что никогда не бейте стекло в ванной. Это бедрумы. То есть бедрум примерно стандартный. С точки зрения здесь ничего интересного нет. Просто стены, шкаф, клозер в каждом бедруме. И отличительная особенность этого дома, что бедрумы небольшие. Значит, дом 1995 скверфутов. Мы видели, что довольно большие living space. Две комнаты, но при этом довольно хорошего размера мастер-бедром. Но маленького размера сопутствующей спальней. То есть реально здесь поставить кровать и все. То, как любят американцы. Аналогично у нас две спальни здесь. Довольно интересная такая роспись на дереве. К сожалению, ей придется уйти тоже. Не думаю, что кто-то захочет видеть современный дом с таким деревом. Здесь все примерно так же, как и в других комнатах. То есть мы уберем карпет, покрасим стены, поменяем двери во всех клозетах. То есть что-то более современное и интересное. И сделаем ресест-лайт, встроенный свет. В дальнейшем покажем, как это будет выглядеть. Вот так вот громко работает сейчас вытяжка, что можно даже, наверное, услышать через мой микрофон. Это вторая ванна. Тоже небольшая, но здесь полноценная ванна, в которой можно лечь, наполнить водой. Полностью все уйдет. И так же будет новая плитка. Обои уйдут. Обои в ваннах. Это да, это оригинально. Ну, в общем-то, это и все. Здесь у нас гараж, но гараж мы трогать не будем. Гараж на две машины. Довольно стандартно. Здесь находятся уже коммуникационные системы. Перед тем, как мы купили, единственное, что здесь было, это помененное, это water heater нагреватель воды и furnace, отопление зимой. Поставленное на все старое, такое довольно новое, выглядит не очень, немножко преобразить. Очень интересно, кстати, обращу ваше внимание на то, как можно преобразить пол в гараже за 150 долларов. Если вы думаете, это невозможно, это реально возможно. Вот посмотрите, как он выглядит сейчас. Понятно, что ковер уйдет, но сам пол продается, специальная эпоксидная краска в Home Depot, я вам покажу. Очень легко накладывается и будет выглядеть, как современный пол, и это все за 150 долларов. Ну, понятно, что труд, это можно самому сделать. Это довольно просто, то есть это не то, как делать в ванну, не 2-3 недели, это за один день красится, и специальной крошкой посыпается пол. А здесь мы ничего трогать не будем, оставим как есть. Это, наверное, следующий будет этап, если нужно будет какие-то полки организовать. Но, как правило, в гаражах ничего не переделывают, то есть оставляют все как есть. К сожалению, не только нужно ремонтировать дом, но и привести в порядок снаружи, иначе будет тяжело сдать за хорошую сумму, потому что карп и пил, так называемый, то, как выглядит дом, он очень играет большую роль. Соответственно, здесь все тоже нужно привести в порядок. Вот этот дек, который, я не знаю, оригинальный или нет, но мы его тоже снесем, полностью вот эта часть уйдет, деревянная, и сделаем здесь ступенечки бетонные, и дальше уберем всю вот эту искусственную траву, которую просто положили, взяли рулон искусственной травы и просто кинули. То есть он весь вздутый, вообще не пойми в каком состоянии, но это не то, что мы хотели бы видеть в конце. Идеально для того, чтобы был low maintenance, так называемый, чтобы меньше времени тратить на обслуживание участка, мы, скорее всего, все полностью бетоном зальем и оставим небольшой участок для тоже искусственной травы. Это эре, в которой построен дом. Здесь можно видеть, на самом деле, что дома стоят очень близко друг к другу, но это реально идеальный вариант для тех, кто сдает. Почему? Потому что маленькая территория плюс собственный дом, то есть это не кондакт с балкончиком, а именно своя территория с большим домом 2000 скверфутов. И обслуживать реально по минимальному. То есть можно иметь, конечно, садовника здесь, но реально мы пытаемся сделать low maintenance, то, что не требует обслуживания или мало обслуживания. И полностью вычистить эту эрю, убрать вот непонятные, как на пейверос двора. Знаете, как приходите, когда на брикьяр, где выбираете какой-то камень для своего дома, там вот обычно выкладывают вот часть так, часть так разными камнями, чтобы вы могли выбрать. Вот здесь сейчас примерно то же самое. То есть я не знаю, по какой методике это делалось, но, в общем-то, все из разных времен, из разных стилей. Понятно, что если мы сделаем дом внутри и оставим это в таком виде, то это сразу red flag, как говорится. Соответственно, это полностью все уйдет. Забетонируем, скорее всего, где-то досюда и оставим небольшую часть зеленую, чтобы был искусственный травуз, скорее всего, так же, как здесь. Еще один интересный момент, который я хотел рассказать по поводу этого района и дома, то, что в целом в этом районе школы Волнут Крик, и дом находится в Конкорде. Поэтому этого дома очень большой потенциал с точки зрения дальнейшей продажи, либо сдачи, потому что вроде бы дом и в Конкорде, да, получается он чуть дешевле, но, опять же, школа Волнут Крик. Соответственно, так как люди ищут по школам, это очень будет хороший вариант для того, чтобы сдать. То есть спрос будет больше, чем на стандартные дома. В этом же Неберхуде, в этом же районе дома продавались буквально три месяца назад за миллион сто, миллион двести. Опять же, сейчас мы в сентябре 22-го года, когда рейты больше шести процентов, когда цены падают, но все-таки мы считаем, мы взяли очень хороший дил, разглядели потенциал этого дома, и опять же, мы покажем это на деле. Почему мы думаем, что здесь потенциал хороший, когда мы его отремонтируем, вы это тоже поймете. То есть вложив где-то сто тысяч долларов, мы можем преобразить полностью дом и в дальнейшем либо сдавать, либо продать. Ну что, небольшой обзор мы вам сделали этого дома, и все ради того, чтобы показать, что же будет в конце, и сколько денег мы на это потратили, чтобы вы понимали, если вы вдруг захотите ввязаться во что-то подобное, сколько это вам может стоить. Ну что, готовы? Тогда погнали! Итак, сегодня первый день демолиша. Мы ломаемся внутри. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь происходит. О, уже прогресс. Снято. Плинтуса, где-то ковры, двери. Эту комнату пока не трогали, но здесь можно увидеть, раньше здесь были обои. Вот в этом месте были обои. И сейчас их нет. Под обоями сохранилась штукатурка, все сохранилось. То есть, похоже, что были наклеены они чуть позже, эти обои. Давайте посмотрим, что у нас происходит здесь. в кухне. В кухне уже апплайенсы выкинули. Скоро здесь будет также выноситься пол полностью, сниматься. Плинтуса уже сняли. И полностью будет демонтирована кухня. Я попытаюсь сделать таймлапс, чтобы это осталось на кадре. Посмотрим, что у нас в комнатах, в бедрумах. Здесь пока все как и было. Есть первый бедрум, который полностью очищен. Здесь мы видим снято ковры. Соберу двери тоже. Здесь была деревянная панель. Ее сняли. Также с деревянной панели, что сохранилось отлично, в хорошем виде. То есть, реально, нужно чуть-чуть заделать дырочки и покрасить. Здесь же везде на потолках поп-корн, который в выходные придут специально обычные люди, которые будут это снимать. Окей, посмотрим, что у нас с ванной. Ванна. 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 Сейчас снимает плитку. Человек работает. Друзья, привет! Добро пожаловать! Мы находимся неделя как в ремонте. И уже можно увидеть, что было сделано довольно много. Мы полностью перекрасили. То есть, это уже финальная покраска. Вы можете видеть, что цвет свис-кофе у нас, стены и потолок. Также мы закончили с камином. Это небольшой проект, но он придаст очень выгодную и большую значимость для людей, когда они заходят. Это такой будет фокус на этом камине. До этого, как вы помните, у нас был камин в стиле Тахо. Сейчас все более современно. И, собственно, все подготовили к тому, чтобы уже класть финишные материалы. То есть, пол Плайвуд дополнительно прострелили гвоздями, чтобы он не скрипел. То есть, когда финишный пол будет лежать, чтобы ничего не скрипело, когда мы ходим. Ну и, собственно, добавили свет. То есть, в этой комнате он не включен, потому что сейчас выключатель не сделан. Мы посмотрим в других комнатах, как этот свет работает. Это встроенный свет, который будет придавать нашей комнате очень приятный, теплый тон и не будет настолько белый. Свет теплый. И финальный штрих с покраской у нас это вот эти дверцы. Мы решили не все выкидывать. Оригинальное. Мы оставили шкафчики в ванной и там, где прачечная. И, собственно, что мы сделали? Мы их просто отреставрировали. Реставрация для человека, умеющего, это несложно. То есть, здесь все шкурится и дальше наносится новый слой краски. Вы можете увидеть, что выглядит очень свежо и как новые. Поэтому будет смотреться довольно неплохо. Ребята, здесь у нас кухня, которую вы видели, как был демонтаж сделан. Мы выкладывали шорт. Здесь все тоже готово. Можно увидеть свет, который сейчас работает. Настолько будет светло и классно. Помимо окон здесь очень светлая комната и дополнительно будет акцент на какие-то вещи со светом. Здесь же будет у нас айланд, остров. Изначально была Г-образная структура. Что мы сделали? Мы сделали небольшую переделку. Поставим просто остров и здесь будет проход. То есть, как бы логично, что вот этот оригинальный проход, который остался, он теперь будет сквозной. Раньше здесь не было. То есть, можно было зайти из кухни и пройти сюда. А теперь же будет два прохода. Здесь один и второй здесь сквозный. Очень удобно. Раковина раньше у нас была здесь находилась. Небольшое исправление и мы перенесли ее сюда. То есть, теперь раковина будет здесь около окна, как в большинстве, собственно, домов американских. Это делается около окна. И холодильник перенесли сюда с этой стены. Собственно, эта стена также и останется. Дальше мы уже увидим, как будет выглядеть финальная кухня. Давайте посмотрим, что же у нас изменилось в спальнях. Пойдемте. Здесь довольно узнаваемо все, как и в оригинальном ремонте. Все, что было сделано, это, понятное дело, подготовка покраски. Все углы были сделаны коком, так называемым, и покрашены. Далее, если вы помните, у нас на потолке был попкорн. Теперь попкорна нет, но есть текстура. Наложили новую текстуру, и сразу же придался более современный вид данной комнате. Здесь же у нас будут раздвижные двери. Старые мы все выкинули. Собственно, новые заказали. Ждем, пока не придут, и уже после финиша будем устанавливать. Итак, давайте посмотрим, что же у нас творится в одной из ванных. Это мастер-ванная в мастер-комнате. Здесь у нас раньше была раковина одна, далее будет две, мы увидим в конце. Здесь же будет место у нас для душа, для поддона. Центральный слив сместится в сторону, то есть будет логичнее и удобнее поставить здесь стекло, которое не раздвигается. Человек может здесь заходить, спокойно мыться. Здесь же можно видеть так называемый rough plumbing, то, что уже трубы подведены, подготовлены к тому, чтобы вставить сам кран, который позволяет воде течь. Собственно, здесь будет у нас два душа. Изначально здесь был только верхний и верхний такой американцы, они любят такую кривую палку и вниз течет. Мы же поставим Grohe систему. Собственно, вот это все есть уже подготовка под Grohe. Grohe, он является недорогим, но очень качественным брендом, то есть американские бренды есть гораздо дороже и очень изящно будет выглядеть. Здесь у нас будет rain shower, здесь у нас будет так называемый handheld, это ручной душ и палочка, на которой он будет ездить. То есть человек сможет либо использовать это, этот душ. И, собственно, сделали тоже полку для удобства, без полки никуда, чтобы ставить шампуни и поставим потом новый туалет после ремонта. И, кстати, вот то, что мы решили оставить, помните, показывали только что дверцы, которые крашены, собственно, вот это вот реставрируется и будет выглядеть очень даже неплохо, как будто бы это новочка. Ребята, помните, я сказал, что прошла только неделя, давайте же посмотрим, что изменилось на Бакьярде. То есть очень все быстро двигается вперед. Пойдемте. И на Бакьярде ничего не осталось. То есть реально все вынесли. Помните этот дек, который был полугнилой, можно увидеть, кстати, остался от него след снизу и сверху. Этот дек, кстати, наносил ущерб дому, реально, потому что он блокировал вентиляционные отверстия в доме, и, собственно, вода сложно просыхает в подвальном месте. Собственно, сейчас мы все это открыли, приведем в порядок, а уже в понедельник, через два дня начинаются работы именно по Бакьярду. Здесь мы планируем полностью всю вот эту часть забетонировать, для того, чтобы было удобно людям ходить, ставить что-то. И, конечно же, мы оставим место для искусственной травы. Собственно, мы переиспользуем ту траву, которая уже здесь была. Она до сих пор там осталась. Все забетонируем до поворота. То есть люди здесь могут иметь какую-то барбекю-эрию, и спокойно отдыхать. Далее можно посмотреть, что здесь тоже все подчистую вынесено. Осталась только искусственная трава, которая будет переложена в конце, после того, как бетонные работы будут закончены. Помимо косметических каких-то эффектов, также мы хотим исправить так называемый наклон. То есть здесь оригинально было построено с наклоном под дом, что не очень хорошо, потому что вода полностью стекает под дом, и нужно иметь хороший дренаж. Что мы сделаем? Мы опустим уровень и сделаем прямую поверхность, куда вода будет стекать посередине в трубу и уходить на улицу, что поможет изменить дренаж, и под домом никогда не будет воды. Трава как будто бы выглядит как будто бы как новая, да? То есть вроде было так все убито, неинтересно, некрасиво, а вдруг раз, и можно ничего не делать, и уже такая красота. А все, что сделали, это просто положили камешки, аккуратненько вокруг собрали со всего участка, и все. И немножечко, конечно, пропылесосили. Ну, понятно, это не финишный вариант, это все будет сниматься. На самом деле, здесь можно увидеть, насколько была неправильно положена трава. То есть она положена на землю, соответственно, все будет... Ой, кто это у нас тут? Ящер? Смотри. Вот, соответственно, она все время будет буграми. Трава правильно кладется на подготовленную поверхность, так же, как и пейвер с камешки, да, то есть кладется на щебень, утрамбовывается, чтобы не было никаких бугров, чтобы она ровненько лежала и выглядела как настоящая. Сегодня 27 октября. Это значит, что ровно месяц назад мы начали делать ремонт в доме. Пойдемте посмотрим и проверим, собственно, как у нас идет процесс. Вот сейчас мы собираем кухню из Икеи. Это у нас еще не каунтертоп, не столешница. Это называется по-английски plywood, по-русски не знаю, наверное, это какая-то фанера. Эта фанера обязательно устанавливается под столешницу, и именно на нее будет крепиться столешница. Это будет наш остров. Мы сделали перепланировку в кухне для того, чтобы она была более такой, что ли, удобной для жизни. Повесили вот такие светильники над островом. Кстати, мы их купили всего за 39 долларов, и они смотрятся очень красиво. Пойдемте смотреть, что у нас сейчас происходит в остальной части дома. Ну вот мы начали устанавливать двери. Мы решили выбросить все коробки, поставить новые двери, тоже такие достаточно современные, и везде поставить новые наличники. Комнаты получились все гораздо более светлые, гораздо более просторные. Еще нет плинтусов, поэтому это все смотрится как-то незаконченное, неуютное. Как только будут установлены везде плинтуса, новые розетки, все будет совсем по-другому. В этой комнате мы решили не устанавливать слайдинг-дорс, вот эти раздвижные двери для шкафчика. Мне кажется, что эту комнату хорошо используют под офис, здесь мы поставим просто полочки. И также в каждой комнате у нас везде есть уже светильники потолочные. Пойдемте на стройку, тут еще все в разгаре, но наш любимый строитель Дмитрий. Дима, сколько ты нам дней обещаешь до окончания? Всего или ванной? Ванной. Давай начнем. Сегодня все, последние шляхи, завтра грамот. Замазка, да? Затирка. Да. То есть буквально несколько дней ванна будет закончена. Здесь у нас тоже не поставили еще принтуса. Мы повесим жалюзи, купим, потому что в Америке шторы как-то не особо в почете. Все предпочитают жалюзи. А, ну и мы сделаем тоже очень классно, хотим сделать все шкафы. Здесь вот есть так называемый walk-in closet, шкаф, в который можно войти. Здесь у нас пережитки прошлого. Почему-то мы забыли поменять лампу на новую. А здесь мы установим такие кастомные системы. Здесь сделаем кучу полочек, выдвижных ящичков. В общем, наши будущие арендаторы, они должны быть очень счастливы. Другие две комнаты вам показывать не имеют особого смысла, но хотя нет. Пойдемте, знаете, почему посмотрим? Потому что здесь открыто окно, и мы сможем посмотреть, что у нас еще во дворе происходит. Тоже большая стала комната. Сюда мы установим вот эту вот дверь зеркальную. Это будут две детские комнаты с такими зеркальными шкафами, и тоже мы сделаем хорошие системы в каждом шкафчике. А здесь вы можете посмотреть, что у нас происходит сейчас во дворе. Вы знаете уже, что мы обнаружили трещину в фундаменте, и эта трещина образовалась вследствие неправильной дренажной системы. То есть вода, она стекала под дом. Но тем не менее, это ерунда. Мы ее уже заделали за 200 долларов, кстати. Не бойтесь трещин, таких вот неглубоких, которые связаны с дренажной системой. Трещину заделываете, ее дальше водой не размывает. Ну и вот здесь вы можете увидеть, у нас сейчас работают строители. Они уже полностью залили новый бетон, они выровняли полностью бэк-ярды. Кстати, бэк-ярды, ремонт нам обошелся в 16 с половиной тысяч полностью. С новым дренажом, с бетонным вот этим патио, с новой установкой искусственного газона. То есть, в принципе, я считаю, что 16500 и иметь такой красивый бэк-ярды, оно того точно стоит. Ну и последняя ванна, детская. У нас все почти-почти готово. Кстати, вот эта плитка очень дешевая. Она стоила меньше двух долларов. Мы вот на всю плитку, которую вы здесь видите, потратили в районе 300 долларов. Самое интересное, что вот эти все алюминиевые уголки, которые отделочный материал, вот они стоят недешево. То есть, нам одних этих уголков на 100 долларов пришлось купить. Мы, конечно, поставили себе просто грандиозные планы успеть за неделю. Вообще, изначально мы хотели успеть за месяц, но мы поняли, что-то нереально. Поэтому мы опоздаем на одну неделю. Так что давайте через неделю смотреть, справились мы с задачей или нет. Ребята, вот мы и в законченной комнате. Это так называемый living room, где любят собираться с семьей. Здесь можно повесить телевизор. В общем, много игр и всего. Огромное место, высокие потолки. Что же мы здесь переделали? Мы полностью, как вы видите, переделали пол. Пол, кстати, стоит 3 доллара square foot. Суммарно нам пол вышел где-то в 5,5 тысяч долларов на весь дом. Также мы полностью перекрасили комнату. Где-то штукатуркой подмазали, чтобы был одинаковый рисунок, потому что здесь до этого были обои, если вы помните, и в общем-то штукатурка отсутствовала. Очень получилось удачно. Огромные окна, мы их не трогали в этом доме. Это большой плюс. Окна уже были пластиковые. Все, что мы сделали, повесили в жалюзи. И мы переделали полностью свет во всем доме. В частности, в этой комнате вы можете видеть точечные светильники. В среднем установка такого светильника, если вы используете электрик, стоит 100-150 долларов за точку. Дополнительно мы сделали свет, который подсвечивает эту огромную стену на случай, если кто-то любит картина, можно повесить картину и классно ее подсветить. Здесь также может быть как дайнинг-кэрри, то есть кто-то может поставить здесь стол, хотя у нас сейчас вы увидите кухню, тоже имеет большое довольно пространство, где можно поставить этот стол. Ну и камин. Материалы стоили 600 долларов и плюс работа плиточника 1-2 дня. В общем-то получилось классно с небольшой переделочкой. Ребята, и вот мы в сердце этого дома. Что же это, спросите вы? Это, конечно же, кухня. В нашем случае это не просто кухня, это кухня, и еще целая огромная комната с открытым пространством, где может быть дайнинг-кэринг, там где люди собираются и едят. Также здесь можно сделать так же, как и ливинг, повесить телевизор, и это огромное пространство. Отличительная особенность в этом доме и почему вообще в принципе мы купили этот дом, это, конечно же, он очень светлый, здесь многое, огромное количество окон, и открытое пространство не всегда найдешь. Если вы знаете, вот, например, вы сейчас находитесь в доме практически наверняка, где очень много стен, и это все как-то разеленное пространство, а мы хотели добиться эффекта открытого пространства, и здесь он уже был изначально, поэтому это просто супер. Что я хочу сказать насчет кухни и стоимости, значит, мы купили все кабинеты в Икеа и обошлись на нам где-то 7 тысяч долларов. Вообще, в среднем установка такой кухни, включая розетки, свет, полностью все переделывание, включая пламбинг, так называемые трубы, сливные трубы, подвод воды, это где-то в среднем стоит до 5 тысяч долларов. Собственно, у нас где-то это примерно так и вышло. По контртопу, что хочу сказать, значит, он обошелся нам в 5 тысяч долларов. Мы сделали каскадный контртоп, что немножко дороже, чем если имеет просто стенки кухни, но это стоит, а вы видите, как это выглядит, это выглядит очень классно. Установка контртопа это один день, 5 тысяч долларов, огромная поверхность, включая материалы и установку. Ну что, пойдемте дальше, посмотрим вторую по значимости комнату, которая является мастер-бедром. И здесь мастер-бедром, он очень большой. Я бы сказал, он где-то 20 футов на 15. То есть здесь можно поставить кровать, тумбочки, какие-то шкафы. И опять же, плюс этого мастер-беда, как мы в большинстве домов в Америке, это то, что есть своя ванна на двоих человек. Здесь тоже ремонт уже полностью закончен. Здесь мы имеем раковину на двоих человек, туалет, душевая. Мы использовали систему Гроя, она немножко дороже, чем, скажем, то, что вы можете купить в Home Depot, но опять же, это не сильно дорого. То есть вся система обошлась где-то в 600 долларов. Она очень удобная, красивая и функциональная. Зеркало с подсветочкой, с обогревом, все включается от центральных выключателей. То есть сделали небольшие модификации, потому что очень часто эти зеркала идут и включают кнопки и выключать. Не очень-то удобно, но также это зеркало позволяет включать от основного выключателя. И да, помните, оригинально у нас здесь была стена. Опять же, это пространство было разделено на отдельно туалет и душевую и отдельно раковину. Теперь мы сделали все одним пространством, как и в большинстве ваннах это должно быть такого размера. Мне кажется, получилось очень классно, компактно, удобно, супер. Ребята, давайте рассмотрим на примере детской ванны, что же, сколько здесь стоит. Я знаю вам, это очень интересно. Сама ванна, она стоит 450 долларов, Swiss Medicine Brand. Очень хорошая, я ее ставлю уже не в первом доме, мне очень нравится. Туалет, я предпочитаю цельные туалеты, не двойные, потому что они более эстетично выглядят. Сам туалет, он стоит всего лишь 300 долларов. Незначительная разница между двойным туалетом, но выглядит гораздо лучше. Умывальник, сам шкафчик, мы взяли в Икеа, для того, чтобы, когда будут люди меняться, можно было поменять фасады и в Икеа это можно сделать довольно бюджетно. Это обошлось 700 долларов, раковина и фасад. Зеркало, купили онлайн, его можно включать, выключать с выключателя, это тоже важный момент, потому что многие зеркала выключаются и включаются только с самого зеркала, что не очень гигиенично. Зеркало стоило 300 долларов, шкафчик для медикаментов стоил 50 долларов, гройн-система также 650 долларов, плитка обошлась нам где-то в 700 долларов на всю ванну. Суммарно мы заплатили 3610 долларов, как сейчас помню у Марины в шорте. Ребят, это я вам рассказал стоимость финишных материалов, но вообще в среднем ванну стоит сделать под ключ от 10 до 13 тысяч долларов. Опять же, можно дешевле, можно дороже, зависит от размера ванны, это все средние показатели, но опять же, средний американский дом имеет такой размер ванны. Черновые работы в себя включают полностью технические, опять же, отделочные работы, финишные работы, то есть закладывайте 10-13 тысяч долларов, чтобы сделать одну ванну. В продолжение о комнатах, напомню, здесь 4 комнаты, один мастер и 3 комнаты отдельные, то есть это могут быть 2 детские, 3 детские, либо 2 детские и офис, как кому нравится. Опять же, по комнатам мы сделали минимально косметические изменения, полностью во всем доме пол, вы можете видеть здесь новый пол, мы сделали внутри шкафа системы, довольно экономичные, но опять же, это лучше, чем просто палка, как в большинстве ориентованных. Такая система на шкафе где-то стоит примерно 150 долларов, что довольно бюджетно. Поставили двери зеркальные, стандартного размера, и когда вы берете стандартного размера двери, они где-то в 2 раза дешевле, чем если вы берете кастомные, так называемые, на свои размеры двери, которые вам делают. То есть эта зеркальная дверь где-то стоит 350 долларов двойная. Везде полностью в доме поменяли плинтуса, то есть мы старались сделать современный дизайн, и вы можете обратить внимание, что двери и плинтуса, они примерно перекликаются вместе с наличниками, то есть просто прямоугольный дизайн. В косметическом ремонте очень важна покраска дома. Мы заплатили за весь дом 7 тысяч долларов, включая материалы. Это в принципе недорого. Почему мы смогли добиться такого экономического результата за небольшую стоимость? Потому что мы покрасили в один цвет и потолок, и стены. Мы использовали свой с кофе, светлый цвет, который в принципе принято использовать в домах, которые под сдачу. Друзья, ну и огромнейшие изменения у нас на бэкьярде, в которые мы тоже решили вложиться, чтобы дополнить картину изменения во всем доме. А помните, что здесь было? Так вот, больше здесь этого ничего нет. Что мы сделали? Мы полностью забетонировали эту площадь, и она стала казаться просто огромной. До этого, когда все было навалено, она казалась, так узенько проходишь. И мы сделали бетоном в принципе практически максимально, как возможно, и переиспользовали траву, которая лежала у предыдущего хозяина. Очень часто можно переиспользовать какие-то вещи, которые вы переделываете. Главное понимать, что можно, что нет. Дерево решили оставить, потому что это лишние расходы. Полностью мы изменили водосток здесь. То есть это была одна из идей, почему переделали бэкьяр. Потому что раньше все стекало вниз, теперь же мы сделали нормальную плоскость, по которой все стекает в правильном направлении, а не под дом. Так сколько же нам это обошлось? Нам это обошлось в 16500 долларов. И это включает полностью вывоз лишней земли, подготовку под укладку бетона, арматура, полностью рабочая сила. Здесь 5 человек работало в течение трех дней. И результат налицо. Ребята, и вот мы в конце пути после одного месяца и одной недели. Мы уложились в бюджет в 100 тысяч долларов. И да, кстати, мы использовали Home Equity Line of Credit с нашего основного дома для того, чтобы воплотить этот проект. Если вам интересно, как это работает, пишите в комментариях. Мы обязательно с вами поделимся в новом видео об этом. Ребята, и не забудьте поставить лайки, подписаться на канал и, пожалуйста, напишите в ваш комментарий, понравился вам такой формат видео или не понравился. И пока, до новых встреч!